Всем привет! Мы наконец-то снова с вами. Не короткие видео какие-то, а что-то покажем. И снова покажем чисто такой рецепт по-домашнему, где быстро, без фанатизма, быстро захотел, раз и сделал. И хочу сказать спасибо всем новым подписчикам, кто нас видит и смотрит. Большое спасибо. Мы очень-очень надеемся, что вы что-то у нас возьмете на свое вооружение. То есть чего-то мы, наверное, вам наполним или что-то вы, может быть, и не знали. Как обещала, показать подробно, как я мариновала это сало. В принципе, нам этот вариант понравился. Вот, видите, его потом можно вот такими кусочками резать. И у нас в аэрогриле немножко подогрели, можно даже в микроволе подогрели и едите. Я не могу теплое сало есть и можно замораживать. В принципе, мой вариант есть. Можно замораживать даже лучше. Да, я его заморожу и потом в холодном виде будем кушать. Было просто пробное, как это в микроволе делается. В принципе, этому рецепту можно, как говорится, когда нет времени, нужно быстро замариновать и сделать. Поэтому я покажу, а вы там сами решайте, что я для этого беру. Ну, вот кусочек хороший, видите, хорошее такое мясо у нас. Почти мяса там, сала даже мало. Вот такая у меня шпажка. Я ее вот так много-много-много раз немного поколю. И что мне нужно для маринада? Вот черный перец у меня здесь, сухой чеснок, соевый соус. Вот у меня такой сегодня. Здесь я, можете, любой кетчуп, который вам нравится, вот в этом кетчупе замариновать. Но этот тоже острый. Добавлю немножко аджики еще, потому что у меня муж любит остренькое. Может быть, вот этот тоже острый перчик немного насыплю. Начнем с аджики. Вот, я примерно такой вот. Ну, это зависит от, что за аджика. Бывает она поострее. Вот ее покупаем почти все время одинаковую. Она по вкусу все равно разная получается. Теперь здесь кетчуп. Так, произвольно все, по своему вкусу. Так, черный перец. Так, хорошо прям. Теперь чеснок. И вместо соли у нас вот будут соевые. Открою. Открыто вроде же. Прям довольна, чтобы хватило. По рецепту там, что я видел, я это все прям даже не помню, на какой страничке видела. И там быстро все было. 20 минут. Но мы как сделали, в общем, 25 минут. И все-таки там даже час он мариновал. Но для меня было этот час совсем мало. Поэтому мы решили на ночь. Чтобы хорошо-хорошо просолилось. Все-таки надо же, чтобы вкусно было, а не просто быстро сделать. Так, и немножко. Так, продолжу. Вот такой примерно у нас должно получиться. Извиняюсь за свой бардачок на кухне. У нас сегодня я дома. И мы тут икру готовим. И супчик варим. И все на свете. И вот так просто намазали. Укрыли каким-нибудь фолией или целлофаном. И пусть стоит. А завтра готовим. Вот я эту всю приправку намазала. И вот так вот время от времени она стекает немножко. Можно еще вот так сверху ее опять домазывать. И пусть стоит. Комнатной температуре. Маринуется. Так, вот у нас ночь. Наше мясо постояло. В принципе, действительно оно мясо. Вроде как-то сколько мы брали вот эту брушину. Обычно больше жира было. А этот раз прям у нас одно мясо. Пахнет очень вкусно. Но это зависит от вашего вкуса. И чем и как вы захотите замариновать. Теперь мы берем вот такой у нас. У нас такой мешочек. Специальный. Который в духовке. У нас по-русски, по-моему, обычно говорят. Как говорят? Воротник или что-то? Я уж даже не помню. Я не знаю. Как слышала, не знаю как. Ну, мешочек для жарки. Вот так, наверное, в общем-то, по-нашему. Ну, сейчас немножко еще, чтобы он так. Жалко маринад-то. Надо, чтобы он вместе с нами пошел в мешок. Так, у нас вот так получается. Теперь у нас специальное, чем мы закроем. Крепко, чтобы было хорошо в открытый, завязываем чем-то на вас. Обычно продаются вместе. Теперь вот этой шпажкой мы проколы делаем. А то надуется и лопнет. А нам это не надо. В принципе, здесь, конечно, кусочек мяса. Надо брать такой, чтобы он и жирный был. Вот этот вариант самый лучший и не очень толстый. И вот теперь на каком-нибудь тарелочке. Вот так кладем. И ставим микровелло. Мы будем ставить где-то на 25 минут я буду в среднем. Вот у нас уже она стоит. У нас микровелло ставится, по-моему, на 12 минут. Поэтому два раза нам придется. 12, потом еще. Так. Ну, вот закрыли, пошло. Вот так вот оно выглядит. 20 минут. Сейчас еще на 5 минут поставим. Надутая. Видите? Там уже даже видно, как поджаристая. У нас осторожно. Это очень все горячее. Поэтому осторожно. Не обожгитесь. А то я потом буду виновата. Вот. Смешусь. Ну, потому что действительно так. Сама осторожно. Парк. Так, прям, разрезу. Хочется сразу показать, что у нас получилось. Самое главное, конечно, здесь, чтобы соль угадали. И для чего... Смотря какой кусок. Вот я теперь уже думаю, мы хотели это заморозить. А тут больше мяса, чем сало, по-моему, да? Все равно заморозите. Так, осторожно. Вкуснее. Все равно. Зарву дальше. Чтобы без салофана было. Суп. Вот, смотрите, какой кусочек. И чем он отличается от духовки. В духовке так быстро не приготовить. И там дольше будет. За час примерно, во-первых. Во-вторых, пока нагреете, больше энергии уходит, чем в микроволе. Да и пропекается, по-моему, в микроволе лучше. Ну, в принципе, нам этот вариант очень понравился. Теперь, если вот так вот небольшой кусочек будем пользоваться. Вот. Теперь, что еще можно добавить? Вот теперь можно... Я выжала чеснок. Можно просто сок выжать чесночный, если кто любит. И еще свежим чесноком. Потому что мы не любим свежий чеснок, жареный, вареный. Он какой-то вкус совсем другой. Как резина. Да. Поэтому лучевой, потом свежим, лучше соком даже. Сейчас чеснок не такой сочный, он еще прошлогодний. Поэтому я его помажу так. И если еще хотите, если особенно кусок много сала, то можно как шпик сделать. Паприкой намазать или посыпать, намазать, говорю уже. И черным перчиком тоже еще можно так добавить. И паприку. То есть это все на любителя. У меня муж любит острое. Все для мужа стараюсь. Ну, Лиля, а для кого же? Сама свинина. Я для тебя, ты для меня. Так и должно быть в семье. Сама свинину, как говорится, уже так не могу. Сколько бы хотела кушать. Ну, сколько бы я хотела, я тоже уже не могу. Вот так вот. Сейчас мы кусочек, наверное, отрежем, покажем все-таки. Как он выглядит внутри. Так, наверное, отрежем. Отрезаем. Сейчас вилочек. Так. В принципе, это, конечно, так же сразу горяченькое поесть. А потом этот кусочек или на сковороде можно поджарить еще. С хрящиками. Да. Еще вкуснее будет. Какая прелесть. Или где-то подогреть, или же в холодном виде. То есть, вот, пожалуйста. Особенно, если кто живет один-двое, быстро-быстро приготовить. И вот, в принципе, мы мясо не едим с гарнирами. Поэтому уже давно. Поэтому советую. Это есть очень хорошо с салатом. Или же вот такие помидорчики. Пока каждый не попробует помидоры готовить, так и буду показывать. Очень вкусные, малосольные помидорчики. Вот смотрите, они вот как бочковые. Вот именно вкусу здесь уксуса немного. Поэтому они не маринованные. Они чуть-чуть кислоту дают. Вот эти мы еще не съели. Зашли в магазин, а там уценен. Ну, как опять не купить? Опять купили, сегодня буду опять делать. И вот уже и теперь... Вкусотища. Да, и теперь, думаю, можно опять снять, чтобы кто... То видео не видел, чтобы это посмотрели. Вот теперь замешательстве. Так, это мы уже приготовили на обед. Хватит ему такой кусочек, нет? Хватит. Мало быть, еще отрежем, по-моему. Хватит. Так, ну, я надеюсь, что, в принципе, кому-то это понравится. Хотя бы кому-то. Вот теперь заканчиваем наше видео. Постараемся со следующим видео не так долго, как говорится, задерживаться. Да, у нас немножко все время... Готовим, конечно, готовим. Но снять все не получается. То гости, то внуки, то же работа. Поэтому немножко, извиняюсь, как на пенсию пойду, буду регулярно снимать видео. У нас еще очень много есть, что показать. Вот пару дней тому назад было «Люляк и баб». Хотели снять, но по времени никак не получилось. В общем, сделали и съели. И ничего не снимали. И теперь желаю всем-всем добра, мира, счастья и хорошего настроения. Заходите, подписывайтесь на наш канал. Мы вам будем очень рады. Всем пока-пока. Всем всего самого доброго. Пока-пока.